Рисунки 70-х годов связаны с движением хиппи. И эти рисунки несколько психоделичны. Это что значит? На лиловом фоне оранжевые цветы, на лиловом фоне красные цветы. В 1929 году появляется новый крой. Этот крой называется «Покосой». И крой «Покосой» полностью изменяет фигуру женщины. Сейчас в Баку, в центре Гидар-Алиева, открыта великолепная выставка «Заповедник моды». Она очень красива, очень разнообразна. И для тех, кто путешествует из Баку в Москву или, наоборот, из Москвы в Баку, я рекомендую посетить мою высадку на ВДНХ в павильоне номер 16. Особенный вход здесь есть. И прекрасная возможность увидеть курортную моду 20 века, от начала века до сегодняшних дней. Это восхитительные ткани, замечательные цвета, любовь к женственности, к цветочному рисунку. Ну и, конечно, к аксессуарам. Здесь представлены стильные предметы обуви, купальники, что немаловажно, шляпы, предметы макияжа. Конечно, солнечные очки. Баку же можно назвать городом-курортом? А, во-первых, конечно, близость к Каспийскому морю. Прекрасный климат, вкусная еда. Очень комфортабельные отели делают этот город очень привлекательным для отдыха. Но особенно надо сказать, что бакинки очень следят за модой. Это такая страна, где мода звучит гордо благодаря первой леди Мехри Баналиевой. Она очень правильно одевается, очень престижно несет образ первой леди. И я прекрасно понимаю, почему бакинки тоже любят переодеваться. Они не хотят отставать, они хотят быть на уровне. И я всякий раз любуюсь той публикой, которая приходит ко мне на выставки в центре Гейдара Алиева, и как они меня там принимают. Баку, если честно, очень любит черный цвет, потому что это традиция. Но кроме черного, носят все модные оттенки. И розовый, и красный. Очень любят украшения, любят красивые прически, потому что многие баки на хорошие волосы, они их укладывают. И особенные фигуры. Многие любят показать красивую декольте, подчеркнуть талию. Это традиция, которая базируется и на национальных канонах и эталонах красоты. Что касается пляжной моды, потому что это мусульманская страна, но средская. Я не был никогда на пляже в Баку. Это удовольствие мне еще только предстоит. Поэтому я сейчас не могу сказать, как там одеваются. Но я уверен, что тоже наверняка все очень чинно и благородно.